Росписи в храме — это в первую очередь не украшение, а инструмент обучения и поддержка в молитве. Взирая на них, люди могут познакомиться с православной верой и обратиться к изображенным святым со своими прошениями. Такая возможность постепенно появится у прихожан Краснодарского храма Рождества Христова. Сейчас там ведется роспись. Наши коллеги ознакомились ходом работ. В Краснодарском храме, посвященном событию Рождества Христова, по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, недавно была начата роспись внутренних стен храма. В правой части основного предела установлены леса, и на высоте нескольких метров из-под кисти мастеров рождаются не просто красивые орнаменты, но целые евангельские церковные сюжеты. Роспись выполняют местные краснодарские художники-иконописцы. Традиционно все православные храмы всегда были расписаны. Это имеет в первую очередь образовательный характер, потому что изначально не все могли прочитать, читать, иметь книги священного писания, и люди, приходящие в храме, могли все это изучать по стенам православного храма. Это обязательно изображение образов святых, то есть тех людей, которые были такими же людьми, как и мы, но с Божьей помощью сумели показать нам пример настоящей христианской жизни. А приходящий в храм человек никогда себя не отрывал от этого общества людей, что и называется церквью. Церкви небесной, в которой все святые люди, Божья Матерь, угодники Божии, и церковь земная, воинствующая, в которой находимся все мы. К этому шагу приход шел несколько лет. На момент освящения церкви в 2000 году была расписана только алтарная часть храма. Процесс написания фресок довольно долгий и трудоемкий, требующий терпения и молитвенной собранности. Роспись совершается в каноническом стиле. Сейчас трудно сказать, когда будет сделан последний штрих. Нужна и материальная помощь, ведь процесс затратный. Традиция стенной росписи православных храмов уходит в древность. В присутствии святых, взирающих на богомольцев со стен церкви, наверное, легче сосредоточиться и вознестись мыслями и душой в горний мир.